О борьбе с разного рода преступлениями говорили сегодня на расширенной коллегии МВД. Говоря о коррупции, Владимир Путин подчеркнул, что у правоохранительных органов достаточно полномочий для привлечения к ответственности взяточников, невзирая на их должности и прежние заслуги. Кирилл Бранина обо всем подробнее. Задержание по всей Калининградской области. Это лишь один из тайников, где полицейские нашли мешки с янтарем. Некоторые даже были замурованы в стены. Предварительная оценка – несколько миллиардов рублей. В подвальных помещениях немецкого форта было обнаружено 1300 крупных мешков с янтарем общим весом более 29 тонн. Директор одной из калининградских фирм, который, по словам оперативников, и организовал незаконный бизнес, сейчас задержан в Польше. В России ждут его экстрадиции. А иркутским полицейским удалось поймать ангарского маньяка, 10 лет державшего в страхе целую область. Он уже осужден пожизненно. Задержанные – участники так называемой «банды ГТА», убивавшие водителей на трассах. Но многие громкие преступления остаются нераскрытыми. По словам президента Владимира Путина, Министерство внутренних дел нужно переломить ситуацию. В наступившем году нужно усилить работу по всем ключевым направлениям. Прежде всего, повысить уровень раскрываемости преступлений. Причем как новых, так и прошлых лет. Здесь действительно необходим кардинальный перелом, новое качество работы и органов МВД, и всей правоохранительной системы. Самое серьезное внимание следует уделить резонансным преступлениям, в том числе и с политической подоплекой. Нужно избавить, наконец, Россию от позора и трагедий, наподобие той, которую мы совсем недавно с вами пережили и видели. Имею в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы. Количество преступлений экстремистской направленности, по словам президента, за прошлый год выросло на 15%. Это еще один тревожный сигнал для российской полиции. Действия экстремистов становятся все более изощренными. Сталкиваемся мы и с попытками использовать так называемые цветные технологии. От организации незаконных уличных акций до открытой пропаганды вражды и ненависти в социальных сетях. А цель, очевидно, спровоцировать гражданские конфликты, ударить по конституционным основам нашего государства, по суверенитету страны в конечном итоге. Важно мгновенно реагировать на любые сигналы о готовящихся акциях экстремистов. Проводить соответствующие профилактические действия, профилактическую работу, особенно в молодежной среде. Экстремисты отравляют общество ядом воинствующего национализма, нетерпимости и агрессии. К чему это может привести, мы хорошо знаем, по примеру, соседней страны Украины. Одна из самых сложных тем – борьба с коррупцией. Курс на очищение рядов, заявил президент, будет продолжен. И полицейских это касается в первую очередь. Серьезная проблема для экономики. Коррупционное давление со стороны правоохранительной сферы. Нельзя этого не замечать. Но факты говорят и о том, что проблема еще далеко не решена. В том числе и в самой системе МВД. Рассмотрение в судах дел о коррупционных преступлениях, совершенных в крупных и особо крупных размерах, или организованными группами, встречаются пока крайне редко, как будто их и нет совсем. Владимир Путин призвал активнее привлекать к борьбе с преступностью общественные организации. Такие примеры уже существуют. В Саратове несколько месяцев вместе с полицейскими работают общественные дружины. Информация от активистов поступает в специальную электронную систему. Сотрудничество оказалось эффективным. Это своего рода онлайн-дежурная часть. Опираемся мы на сообщения членов добровольных народных дружин, на членов нашего, в первую очередь, членов общественного совета и на актив. То есть люди, которые у нас в городе Саратове, занимают активную гражданскую позицию. 2014-й стал для российской полиции серьезным испытанием. С задачей по охране порядка во время Олимпиады ведомство, по словам президента, успешно справилось. А после воссоединения Крыма с Россией сотрудникам МВД удалось быстро наладить работу на полуострове. Формирование органов подразделений и организации МВД России в Крымском федеральном округе практически завершено. Ими осуществляется эффективная правоохранительная деятельность при необходимой поддержке и помощи министерства. Оперативная обстановка на полуострове находится под контролем. Перерегистрация автомобилей в Крыму стала еще одной масштабной проверкой. Если поначалу очереди были внушительными, то с появлением электронной системы процесс заметно ускорился. Очереди нету, самое главное. Люди спокойные ходят, каждый знает, когда им во сколько прийти. Еще одна проблема, которая обсуждалась на расширенной коллегии МВД – подростковая преступность. Правонарушения чаще всего совершают дети из неблагополучных семей и нередко под действием наркотиков. И тут, по словам участников встречи, недостаточно просто ловить и наказывать. Нужна профилактика и серьезная совместная работа с социальными службами. Кирилл Бранин, Екатерина Яровенко, Первый канал.